Он такой воспитанный, весь такой заботливый, ну он как бы и от таких вот, ну не приступает закон, ну то есть вот такой вот он, добрый очень. Кристина говорит о своем теперь уже муже, Александре. Такие истории случаются не часто. Обычно женщины едут за мужьями и создают семьи в колониях, а тут мужчина с волей расписался с ней как доворовкой и наркокурьершей. Правда, знакомы они были до попадания Кристины за решетку, но и после. Свою любовь Александр не то что не бросил, чувства наоборот крепчали, да и девушка спустя время поняла, что это ее человек, поэтому предложение руки и сердца приняла. Расписались на коротком свидании, были в масках, вместо поцелуев помахали друг другу рукой, так что самый большой подарок от любимого, по мнению Кристины, это он сам. Когда человек рядом, допустим, и не нужны никакие подарки, то есть он как бы, он не предатель, он всегда вообще во всех отношениях со мной. То есть что бы я ни сделала, как бы я себя не вела, то есть он всегда рядом. Кристина теперь часто пишет письма мужу и верит, что после освобождения у них будет счастливая семья. О семейном счастье мечтают десятки жительниц Барнаула, когда выбирают для знакомства брачные агентства. Да, это по-прежнему популярно, особенно если мужа дамы ищут заграничного. Мечты многих сбываются. Молодые и, главное, уже зрелые, не раз обжигавшиеся в жизни женщины, находят свою половинку. Бывает искра вспыхивает, даже общаясь по скайпу. Руководитель брачного агентства, как сейчас, помнит первое знакомство по скайпу 50-летней клиентки и французского жениха. Когда мы проводили им скайп, она сидела и улыбалась, вот правда, то есть не часто так бывает, то есть, как правило, все-таки людям требуется время, да, для того, чтобы вот эта искорка как-то проникнуться друг к другу. А здесь это, ну, это правда, было очень интересно и приятно наблюдать со стороны, как они смотрели друг на друга. Он был, конечно, ей очарован, и она такая, ну, он все-таки похож на моего брата. Нужно просто верить, говорит Анна, что любовь можно встретить в любом возрасте и с гордостью показывает фото счастливых пар, чьи сердца помогла когда-то соединить. К слову, любовь случается и по интернету. Онлайн-знакомство сейчас в тренде. Так ли это, мы спросили у горожан. Я с мужем познакомилась через Инстаграм. Вы как познакомились? По старинке. Как сейчас знакомится молодежь? В социальных сетях. Ну, хотя мы со своей женой познакомились на турбазе. Это кафе. Традиционные места еще никто не отменил. Ну, надежнее, конечно, человека увидеть вживую. И первое впечатление не всегда обманчиво. Может быть, люди знакомятся в интернете, но я такое не очень люблю. Почему? Не очень доверяю я людям, которые в интернете находятся. Не люблю такое. Лучше живьем? Да. Так что старый добрый способ знакомства приветствуют представители разных поколений. Но пробовать и другие ради того, чтобы найти свою половинку, тоже стоит. А если уже нашли, уделите сегодня ей или ему особое внимание. Даже если 14 февраля не считаете своим праздником, несколько минут или часов, проведенные в романтической обстановке, добавят вам новых положительных эмоций. С любовью к зрителям. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.